МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Круговая комиссия отповедные документы подал 81 человек. При этом 62% жадающих отримать депутатский мандат з'являются членами политичных партий. Прикладнокожный пятый кандидат Жанчина. На протягу 10 дней округовые комиссии проводили проверку правильности подательных документов, после чего кандидаты, у которых не было выявлено порушений, отримали отповедное посвящение. Из 81 претендентов, подавших документы в окружные избирательные комиссии, на заседаниях комиссии было зарегистрировано 74 кандидата в депутаты. Из 51 представителя политических партий, мандаты за собой сохранили 46 кандидатов от 9 политических партий. В числе 74 кандидатов 14 женщин. Сегодня у Гомеля отбылся урочистый сход, промеркованный до Дня Будовника. У областных громадско-культурных центров запросили специалистов, которые не только эффективно работают на предприемствах Галины, но и добро ведут ситуацию в этой сфере. Будовничный комплекс займае одно из ведущих мест в экономике региона. Сегодня это больше 300 предприемств, на которых работают около 60 тысяч человек. За последний час у Галины отбылся значные изменения, накереванные на вращение наибольших проблемных вопросов. В приватности увидена аттестация специалистов и организаций, предупреждены додатковые меры отказности забудовщиков. Сгодно с деятельной концепцией развития Будовничного комплекса, основной метой его развития является создание энергоэффективных и ресурсоэкономичных, экологично безопасных будинков, новых конкурентных на внутреннем и внешнем рынках материалов, и Киа по своих якостях не соступают европейским аналогам. Хочу поздравить всех строителей с этим праздником. Я хочу, чтобы они ни в коем случае не усомнились в правильности выбора своей профессии, потому что это почетно, это профессия создателей, и пусть у них сложится хороший год, пусть у них будет, их труд будет востребован, их строительные услуги будут оплачены под достоинством. Сегодня православные верники ушановывают память проподобной манефы Гомельской. У белорусских храмах отбылись святочные набоженства. Литургию у свято-петропавловским кафедральным соборы Гомеля узначали у митрополит Минский Заслауский, патриарши экзарху сия Беларуси Павел. Пятнадцать архиерей из Беларуси, России и Украины собрались осенью Гомеля, ка поддать зданину памяти Гомельской святой манефе. Проподобная заявляется ярким прикладом для переймания частени святости и справедливости. В образ жизни она была посредницей помеж уся вышним и человеком. В празеях ворам подавалось здоровье, бедным сутяшение, а тем, кто смуткуя – радость. Дякуючая ее молитвам, многие вернулись на шлях выратования. Манефа народилась под Гомелем в 1918 году. За свое святое и праведное житие в 2006 году она была приличена до святых. Мощи манефы Гомельской заховываются у свято-петропавловским собора Гомеля. Сегодня мы пришли почтить память святой преподобной манефы Гомельской. Десятилетие исполнилось с того момента, когда она была причислена к лику святых. Пока еще местно чтимых. Но вот то, что сегодня собралось большое количество архипастерей из Беларуси, из России, из Украины, это свидетельствует о том, что почитают преподобную манефу Гомельскую не только у нас в Гомеле, не только в Беларуси, но и в России, в Украине. Вот это очень яркое свидетельство всеобщего почитания. Будем надеяться, что придет время, когда она будет причислена к лику всех православных святых для всеобщего почитания. Не только деля суместной литургии наведал Гомель глава Беларусской православной царквы. Часткой его визиту стало открытие мемориального покоя, просвеченного памяти архиепископа Аристарха. И отбылось это укрептие христианского храма. Таким чином, последовники выказали удячность незабывному пастыру за все тое, что он сделал для Гомельской епархии у целых, особенно у гады коммунистичных ганений. А потом было освящение поклонного крыжа на территории собора. Нехай он служит упрыгоживанием и счетом для Гомеля, его людей. С поколения в поколение, на шматлики и добрые годы. Дорогие братья и сестры, я спешу сегодня всех поздравить с большим событием, с праздником Днем памяти преподобного Манифы Гомельской, которая проживала на нашей Гомельской земле, которая в годы ганений была тем светочем для верующих. Приходящие всегда к ней уходили с глубоким духовным наслаждением. Людмила Чернецкая, Олеся Рудзянкова, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». До инших тем. Увезды Доброгоща Жлобинского района разгорнулись и нежартовные спрэчки на конд лесу мясцовой базовой школы. Техничная экспертиза показала, что будинок аварийный и знаходится у им небеспечна. Вязковцы с заключением экспертов категорично незгодны и имеют намер отстойвать родную школу. У невыдуманной истории про соправдный цернистый шлях доведал разбиралася наш корреспондент Вероника Ворошилина. Новина об том, что с 1 вересня наученцам и педагогам Доброгощанской базовой школы треба будет изменять звыклый адрес прописки на новы. У 12 километрах от родной везки мясцовые жихары восприняли совсем неоптимистично. Кажут, что в стенах этой установы выросло не одно поколение вязковцев. Районные областные улады, которые хируют сферу адукации, людей заполнивают. Зачинять школу никто не сбирался. Техничная экспертиза показала, что будинок аварийный и знаходится у им небеспечна. Дравляные перекрытия даху сносились и могут обрушиться в любой момент. Деталевое обследование будинка школы провели специалисты Белорусского державного университета транспорта. Несутешальные выники экспертизы стали ведомые праздмесяц. В пункте третьем этого отчета сказано, здание признано аварийно опасным в связи с тем, что большинство конструкций имеют четвертую и пятую категории технического состояния. И согласно перечень есть пунктов, соответствующих документов, его эксплуатация до восстановления конструкции должна быть запрещена. За маль 60-х годов основания Доброгощанской базовой школы капитального ремонта тут не было. Тому видовошные расколены на потолку мясцовых же хоров уже давно не полохали, як и отсутность туалетов у будинку установы. С заключением экспертизы, завязковцы не сгодны сделать ремонт родной школы, и они готовы властными силами. Однако эксперты, разом с представниками районных и областных уладов, супрацовниками МНС и самоэпидемстанции, выполнены. Косметичным ремонтом тут не обыстися. И зараз добрые намеры батьков и педагогов за ты могут вернуться троеды, бо придется разыковать здоровьем и житем детей. Наши рекомендации были однозначные полные, замена конструкции крыши и кровли. Да, это ремонт, этот ремонт выполним, но данный ремонт может выполняться только в неэксплуатируемом здании. Поэтому в любом случае эксплуатация должна сегодня прекратиться, насколько, на какой период это будут решать те, в чем введении находятся, деньги, материалы, разработка проектно-смертной документации и так далее. Батьки и педагоги наученцев молодших классов пропоновали местовым уладам организовать научальный процесс своих детей у детячем садку, який размещается побольше с Добровощанской базовой школой. Однако и тут есть свои нюансы. Гэта дошкольная установа немае необходимых для эдукационного процесса умов и не может похвалиться належными умовами хардж-блока. Дарый же принятие в своих стенах новых вушней у педагога уже сегодня готовая Папоротнянская середняя школа Жлобинского района, яка размещается у 12 километрах от вёстки Доброгоща. Гэта установа эдукации различена на 318 наученцев, однако зараз она заполнена на вот меньшем наполову. Школьникам тут пропонуют комфортабельные научальные кабинеты с участным обсталяванием, музей патриотичного выхования, просторную столовую, спортивную и актовую залу. Тут створено все умовы, как выховывать у детей любого доведа, спорта и працы. Создано 15 учебных кабинетов, компьютерный класс, 8 компьютеров, локальная сеть, интернет, химико-биологический класс. В этом году поставлено новое оборудование полностью, электронный микроскоп и каждому ребёнку на парту оборудование для занятий с микроскопами, пробирочки для каждого, также география и история нового оборудования, и телури, и глобусы. В управлении эдукации Гомельского облвыканкама заполнили, как полегшить школьникам неблизкий шлях до ведау, будут курсировать два автобусы, которые забеспечат свой часовый комфортный подвоз детей. До того же, у Папоротнянской середней школы Жлобинского района готовы организовать группы продолженного дня. Колебаськи выкажут такие пожадания. Местовые же хоры вёски доброгошчам, мягко сказать, поколь не вельми рады новым первотворением. Однако представники районных и областных уладов закликают их покинуть эмоции. И у пытаний беспеки своих детей корыстаться выключно цвя розом розома. Вопросы, связанные с родителями и мнениями, как же будут проходить эти все процессы, мы дали подробное разъяснение родителям для того, чтобы снять обеспокойство. И понимаем это беспокойство родителей. Но в нынешних условиях лучше сделать на опережение те шаги, которые обеспечивают безопасность пребывания детей, которые обеспечивают повышение качества образования и решения всех проблемных задач и вопросов, возникающих в данной ситуации. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, отеля, родуя компания «Гомель» с Жлобинского района. За беспеку разом. Акция под такой назвой прошла сегодня у «Гомеля». Вратовальники, супрационники милиции, члены БРСМ, расслумачивали отпочивающим, каля водоема, управил и поводин. Что с этого отрымалося, ведая Олег Синцерову. Ужидающих трапить на пляж в выходные дни, по великим рахунку, две основные проблемы. По пеше сносим место на парковце, по другое – место на самим пляже. От подчинок каля воды и в воде, которые ставят «Гомельчан» великой популярностью. Правда, за разницы в будний день людей на пляже, звичайно, не шмат и проблем с местами неяснули. У Вогули, зараз на «Гомельчане», день и чуть-чуть 15 вратовальных станций, 12 постоянных и прикладно столько же сезонных постов. Купаться в этих местах – безопасно. И сопротивленники полка патрульно-постовой службы постоянно надираются за парадком. И медик за всем необходимым дежурить. И сами вратовальники в режиме постоянной готовности. А либо самое головное – дно водоема в районе пляжа постоянно проверяются водолазами. Списк знаходок самые разностайные – от шкала и металличных вырубов до велосипедов. Самое необычное вытягивали, получается, был такой за всю историю большой катамаран. Были такие, что лодки были, что половина лодки. Тяжело, но вытаскивали, чтобы дно было чище и купаться было не опасно. Купаться по замежам офицерных пляжей не только не рекомендуется, а и заборонено законодавчим. Это порушение, за которое можно отримать штрафу по мере до четырех базовых величин. Правда, на первый раз сопротивленники милиции, звичайно, обмеживаются по перегонам, что там не меньше, так само фиксуются у отповедной базе даденных. Только в этом году у ЕЕ уже трапили 3360 человек. Правда, шмат таких гомельчан это не спиняя, а их упевненности, что за ними ничего не сдараться, можно позавзросить. Кінчая справа, что зарабить этого не смогут 22 жахары гомельчаны, які селита патанули у водоемых по замежам офицерных пляжу. Ясше 63 грамадян до речи поспели выротовать. Акция за беспеку разум закликана ясше раз нагадать. На кожном, забороненном для оккупания месте вортовальника с медиком не поставишь. А тому правило ли все-таки выконывать? Очень трудно переломить вот это сознание, убедить в том, что здесь безопасность им никто не обеспечит, кроме их самих. И никто им не сможет оказать доврачебную помощь, никто не сможет квалифицированную помощь по спасению оказать, спасти человека. И они подвергают свою жизнь невероятной опасности, идя купаться в запрещенные места. Эти места являются местами отдыха массового, но они не являются местами для купания, они запрещены. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, далее рада компания «Гомель». А позднее в этом году Жневинская юбилейная «Хвилина славы» сегодня завершилась у Гомельской областной универсальной библиотеки «Мя Ленина». Ее удельниками стали юные артисты зусей в области. Про то, и чем сделали маленькие зорочки, и за что смагались. Наш наступный репортаж. Пятый год запр. У дни летних каникул на сцене Гомельской областной универсальной библиотеки «Мя Ленина» проходит конкурс детячей творчести «Хвилина славы». Самых талиновитых детей зусей в области. Ее он сбирает каждый летний месяц. А позднее в этом году Жневинская «Хвилина славы» стала юбилейной. Ена отбылась у 15-й раз. За годы основания конкурс стал стартовой пляцовкой для многих юных талентов, для некоторых же он стал уже традиционным местом проведения вольного часа у перед летних каникул. У нас есть постоянные участники, студия «Мюзик Кидз». Есть такая, в центре внешкольной работы советского района занимаются. Они, конечно же, у нас как звезды маленькие. Но в этот раз, в этом году нас удивили дошкольники, воспитанники старших групп детских садов. Вот они сегодня тоже будут нас удивлять, радовать. На этот раз про задборочные туры пройшли прикладно полсотни человека. До финала уже дошла только полова з них, самому маленькому удельнику усягу 5 годов. У журы – профессийные музыканты, вокалисты и хореографы. Для их юные артисты выполнили песни, танцевали, играли на музычных инструментах и выступали в оригинальном жанре. Усе удельники творчих проектов «Хвилина славы», которые вышли в финал, были у достойных гоноровых дипломов. Переможцы ж отримали специальный призет Белорусского детского фонда. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадо «Компания Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых встреч в эфире.